Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Радик Арахимов. Смотрите сегодня в программе. С ними вместе скорбит вся страна. В память о погибших кемеровчанах и в поддержку их близких альметьевцы зажигают свечи и возносят молитвы. Не дай бог это пережить. Дай бог, чтобы родители этих детишек перенесли это. Дай бог им силы, терпения. Пора заняться серьезным делом. В Альметьевске планируется создание индустриального парка для малого и среднего бизнеса. Индустриальный парк – это такая площадка развития бизнеса, где подведены все коммуникации, какие нужны для предпринимателя. Дороги, освещение. Те, кто принимает удар на себя. Поздравление с профессиональным праздником принимают сотрудники дежурной части полиции. По нашей работе могу сказать одно. Что дежурная часть – это то место, куда в первую очередь поступают все звонки от граждан. Сегодня в России день траура по погибшим в страшном пожаре в Кемерове. Трагедия, унесшая жизни 64-х человека, заставила содрогнуться всю страну. Акции памяти в эти дни проходят по всей стране. Во всех регионах люди выходят на стихийные митинги, собирают импровизированные мемориалы. В каждом уголке страны и далеко за ее пределами звучат слова «Кемерово, мы с тобой». Альметьевск тоже скорбит вместе со всей страной. Самое страшное, что и дети погибли в этом страшном пожаре. Открытые врата церковного алтаря, поминальный канун с множеством свечей перед Эконостасом. В Казанском кафедральном соборе, несмотря на будний день, многолюдно. Многие пришли в церковь вместе с детьми и родными, целыми семьями, чтобы помолиться за погибших во время страшной трагедии. В храме после утренней службы прошла панихида по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Не дай Бог это пережить. Дай Бог, чтобы родители этих детишек перенесли это. Дай Бог им силы, терпения. Я так считаю, что как все христиане в этот день должны прийти именно к Богу, попросить у Бога, чтобы у них там все было хорошо. Потому что это действительно ужасно, когда погибают люди в мирное время. И хотелось бы, чтобы таких вещей было как можно выше в нашей стране. Усиленно молиться за них не только 40 дней, но постараться каждому из нас дома почитать псалтирь и вспоминать, и всегда помнить всех этих людей, приходя в церковь, всегда стараться возносить за них молитву в своем сердце. На коллективную молитву после обеденного намаза собирались верующие и в центральной мечети Альмитевска. Они также вознесли свои молитвы в память о погибших. То, что произошло у нас в городе Кемерово, это для нас очень большая трагедия. И мы искренне соболезноваем. Те дети, которые там погибли в этой катастрофе, это, как пророк их называл, я тоже их назвать хочу, как пророк их называл, они райские птицы. Эти райские птицы, конечно, это для нас очень трудно, но пророк говорит в одном из своих хадисов, они, говорят, будут, вот эти дети будут ждать около рая, стоять, и они, говорят, будут просить Господа, о Аллах, о Господь наш, я не могу войти в рай без своих родителей. То есть они будут заступничество делать. Со вчерашнего дня жители Альмитевска несут цветы, игрушки и свечи к импровизированному мемориалу в память о погибших. Взрослые и дети не скрывают слез, скорбя вместе с кемеровчанами, потерявшими своих близких. Накануне вечером на площади Ленина, в центре города, собралось много людей, которые пришли семьями. Учебный день начался с минуты молчания в ряде учебных заведений. Память погибших почтили и студенты Альмитевского государственного нефтяного института. Елена Морданшина, Василиса Илюшина, Альмитевск ТВ. К другим темам. В Альмитевске собираются создать новую площадку для малого бизнеса. Проект так называемого индустриального парка обсудили в коворке в центре территории роста. Представители малого и среднего бизнеса рассмотрели ключевые моменты создания площадки для новых производств. Подробнее в нашем сюжете. Индустриальный парк – специально созданная территория для размещения новых производств. Для того, чтобы она эффективно работала, ее обеспечивает энергоносителями, инфраструктурой и всеми необходимыми административно-правовыми условиями. В скором времени в Альмитевске появится такая территория. Но главный вопрос, который сразу задали предприниматели – нужен ли нашему городу такой парк? Я считаю, конечно же, нужен для развития предпринимательства в целом. Ведь что такое индустриальный парк? Индустриальный парк – это такая площадка развития бизнеса, где подведены все коммуникации, какие нужны для предпринимательства. Дороги, освещение. То есть это все управляется компанией специализированной. Это такое сообщество получается для создания продукции. На площадку каворкинг-центра «Территория роста» были приглашены альмитевские предприниматели. Все они работают в совершенно разных отраслях и у каждого свое представление о ведении бизнеса. Теперь они должны объединиться, чтобы сформировать общую концепцию и защитить свой бизнес-план перед Министерством экономики. В первую очередь нужно определиться с местом. Участники обсудили несколько возможных вариантов. Вопрос-то в том, а как объединить до конца, как объединять и объявить? Пока не лучше, чем. Во все умение, во все умение. Организованная площадка – это важная, но не определяющая часть успешного бизнеса. Предпринимателям было необходимо определиться, что конкретно они будут производить. Важно, чтобы этот товар пользовался спросом у покупателей и мог конкурировать на равных с производителями-гигантами. У нас металл обработки. Муниципалитет готов выделить под индустриальный парк большую площадь. Финансовую сторону вопроса поможет решить государство. В индустриальный парк выделяется земельный участок. Пусть это будет пока 40 гектар. 40 гектар выделяется земельный участок. На эти 40 гектар мы подводим сети инженерные. Это электричество, газ, канализация, вода, если нужно, дороги, если нужно строить, и освещение внутренне. Вот эти 6 вещей, которые мы делаем в защите шпубликанского и федерального бюджета. В среднем даются деньги на эту инфраструктуру примерно 10 миллионов рублей на 1 гектар. То есть, если не сделаем 40 гектар, то это порядка 400 миллионов рублей мы можем взять из регионального федерального бюджета. Эти средства пойдут на обустройство площади и оснащение ее нужной инфраструктурой. Закупка оборудования и необходимых для производства материалов ляжет на плечи самих предпринимателей. Елена Морданшина, Татьяна Леонтьева, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ. Альметьевцы могут воспользоваться возможностью получать постановления по делам об административных правонарушениях по электронной почте. Это касается постановлений в области дорожного движения и материалов нарушений правил дорожного движения, полученных с применением автоматических систем, фото- и видеофиксации. Альметьевцы могут получать их на электронный почтовый ящик непосредственно в день их вынесения. Раньше постановления приходили почтой, иногда с задержкой. Особенно актуальна эта услуга в связи с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступили в силу 1 января 2017 года. Теперь, если владелец уплачивает штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, он имеет право заплатить только половину суммы. Бланки заявлений можно получить при обращении в госавтоинспекцию, а также у любого экипажа дорожно-патрульной службы. При этом физическим лицам необходимо иметь копию свидетельства о регистрации транспортного средства и ННН заявителя. А юридическим лицам предложить бланк со сведениями о юрлице и данные о транспортных средствах. И еще одна информация для водителей. Утром 29 марта будет проводиться операция «Тоннель». Экипажи дорожно-патрульной службы будут выявлять водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это еще не все новости. Смотрите во второй части нашей программы. Пожалуйте к доске. Комиссия Миноборнауки Татарстана проверит и оценит работу альмитевских педагогов. Те, кто принимает удар на себя. Поздравление с профессиональным праздником принимают сотрудники дежурной части полиции. В Альмитевске планируют проверить 153 образовательных учреждения. Проводить проверку будет Департамент надзора и контроля Министерства образования и науки Республики Татарстан. Такие проверки проводятся каждые три года. Подробнее о том, что конкретно будет интересовать проверяющих, материали нашего корреспондента. Альмитевское образование серьезно проверят. Школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, среднеспециальные учебные заведения подлежат проверке согласно плану на 2018 год. Одной из причин того, что Альмитевск попал в этот план, стали подтвердившиеся жалобы от граждан. Претензий к образовательным учреждениям было достаточно. В основном люди жалуются на поборы в школах, превышение должностных полномочий руководством, а также необъективное оценивание учеников. Проверять мы будем со 2 числа. Работать будут три контроля. Это лицензионный контроль, контроль качества образования и государственный надзор в сфере образования. Проверим мы 153 организации, 57 школ, 80 детских садов, 16 учреждений дополнительного образования и 6 учреждений среднего профессионального образования. 47 экспертов отдела контроля качества образовательной деятельности посетят уроки, проанализируют учебные планы, рабочие программы и учебники, по которым преподают в школе, проведут срез знаний для выявления объективности выставления оценок, перепроверят контрольные работы учеников. Мы по итогам проверки выдаем или акт предписания. Есть у нас статьи КААПа, по которым мы сразу составляем протоколы. Соответственно, если у нас есть несоответствие контроля качества, то мы приостанавливаем действие аккредитации. Стоит отметить, что целью проверки является не только поиск нарушений, но и выявление образцово-показательных учреждений, так как своим примером они смогут помочь исправить недостатки других образовательных учреждений. После окончания проверки проанализируют типичные нарушения и проведут обучение заместителей директоров по учебной и воспитательной работе, руководителей методических объединений по всем предметам. Потому что наша цель, в первую очередь, это не наказать, а научить всех педагогов правильно работать. Татьяна Леонтьева, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ. 28 марта – красный день календаря для сотрудников дежурных частей отделов МВД. Со дня образования этих подразделений в системе органов внутренних дел России прошло 100 лет. Вместе с коллегами свой день отметят и дежурные части Альметьевского отдела полиции. В ней трудятся 16 человек. Каждый день они принимают более 100 обращений. О том, как проходит рабочий день сотрудника дежурной части, узнала наша съемочная группа. Если театр начинается с вешалки, то отдел полиции с дежурной части. В системе правоохранительных органов страны несколько тысяч дежурных частей. Есть такая структура и в Альметьевске. Ее сотрудники несут службу на переднем крае борьбы за законность и правопорядок. Александр Куприянов работает в дежурной части с 2008 года. Мысль пойти на работу в полицию пришла ему еще в армии. Александр служил во внутренних войсках, а затем продолжил службу в органах внутренних дел в Заинске. Потом перевелся в Альметьевск, где трудится и по сей день. По нашей работе могу сказать одно, что дежурная часть – это то место, куда в первую очередь поступают все звонки от граждан. Все проблемы, все жалобы, все, с чем сталкиваются граждане в поседневной жизни. Работу дежурного нельзя назвать легкой. Дежурная часть круглые сутки собирает, обрабатывает и передает информацию об оперативной обстановке. Принимает, регистрирует и направляет специалистам заявления, сообщения и другие сведения о преступлениях, правонарушениях, всевозможных президентах. Кроме того, организует разбирательство с гражданами, приведенными в отдел полиции. От взвешенных действий сотрудников дежурной части, от быстроты принимаемых решений и хладнокровия зависят жизни граждан, да и самих полицейских. Все звонки, как говорится, для нас очень важны. Принимаем нам самое главное – помощь оказать людям. Своим коллегам хочу пожелать здоровья. Кто вам позвонил? Как им, так и их близким. Удачи в службе и карьерного роста. Татьяна Леонтьева, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ. И к новостям спорта. В рамках седьмой спартакиады «Третий возраст» прошло лично командное первенство по шахматам и шашкам. Соревнования в детско-юношеской школе проходили по швейцарской системе в пять туров. Все победители и призеры были отмечены грамотами и ценными призами. В первенстве приняли участие 60 человек. Главный судья соревнований – Ольга Ковалева. Ольметьевские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Состызания проходили среди юношей 2004-2005 годов рождения. Воспитанники отделения греко-римской борьбы школы Олимпийского резерва заняли одно первое, два вторых и одно третье место в своих весовых категориях. Всего в набережные Челны на соревнования приехали 140 спортсменов из Татарстана, Башкирии и Удмуртии. А теперь узнаем, какой будет погода в Ольметьевске в ближайшие сутки. 29 марта в Ольметьевском районе ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью – минус 7, днем – 3 градуса ниже 0. Атмосферное давление – 750 мм ртутного столба. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Вы тоже можете поделиться с нами новостями. Пишите по номеру, который вы видите на своих экранах. Отправляйте фото и видео через приложение WhatsApp, Telegram и Viber. Оставляйте комментарии в наших группах ВКонтакте, Instagram, Facebook и в Одноклассниках. У нас на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Субтитры предоставил DimaTorzok